Братья и сестры, сегодня тему, о которой я хочу говорить, я назвал её так. От воскресения до вознесения. И сегодня я бы хотел вместе с вами, чтобы мы обратили наше внимание на жизнь Иисуса Христа не до смерти Его, три года, как Он находился с учениками, а именно после воскресения на протяжении сорока дней. В чём заключалась Его миссия? Чем Он занимался? Какие были Его цели? Но прежде чем, как мы, наверное, посмотрим именно Его жизнь и обратим внимание некоторой личности, с кем, может быть, Он имел какое-то соприкосновение, я бы хотел, наверное, напомнить или, может быть, обратить ваше внимание. Вот на протяжении трёх лет, когда Иисус находился на земле, когда Он родился до смерти, что происходило? Все хотели Его видеть, не так ли? Люди нуждались в Нём. Даже когда только Он родился, пастухи были где-то там на поле, и они увидели, их заинтересовало, что такое. Кто-то хотел поклониться Ему, кто-то хотел подарить какие-то подарки, а кто-то искал Его убить, как царь Ирод, кто-то видел в Нём конкурента. Дальше описывается в Писании, что очень часто люди окружали Его, теснили Его. Очень часто Он пытался отдалиться от народа. Он уходил в пустынное место, чтобы помолиться, и, вы знаете, народ находит Его, приходит к Нему, просит Его. И, казалось бы, каждый раз кто-то нуждался в Иисусе, постоянно. Там слепой просил, чтобы Его исцелил Иисус, там у кого-то дочь умирает, нуждается, и постоянная вот эта, наверное, три года, да, там, скажем, постоянная окружающая среда народа. Нет, были те люди, были исключения, которые не интересовались Иисусом. Были моменты, когда Он приходил в какое-то селение, они говорят, слушай, мы не хотим тебя знать, видеть, уйди отсюда. И были моменты, где Он даже не мог сотворить никакого чуда, потому что не верили в Него. Вы можете представить, братья и сестры? Не апостол, не человек, а сам Иисус не мог сотворить чудо, Бог не мог сотворить чудо, потому что люди не верили в Него. Но все равно большая или подобающая часть людей нуждались, интересовались, общались постоянно. И даже, что он как-то удалялся, все равно к нему людей тянуло. Наверное, на сегодняшний день, чтобы нам больше это представить, скажем, президент, да, скажем, наш президент Трамп сейчас приедет в какой-то штат. Что происходит? Люди выходят с плакатами, с флагами, встречают. То есть люди хотят увидеть. Если даже они не увидят самого человека, ну хотя бы где-то там проехала машина. Люди собираются. Папа Римский выходит, чтобы говорить к народу. Люди собираются тысячи. А представьте, это Иисус в те времена, когда за Него слухи распространяются, все слышат, все удивляются, те чудеса, которые происходят. И вот все хотят увидеть. Ну вот, Он въезжает в Иерусалим. Люди тоже встречают пальмами, постилают. Иисус въезжает. Это же будущий Мессия. Это же Царь. Это тот, который нас освободит от прапства. То есть, я думаю, люди на то время просто ожидались. Ну вот, когда же это начнет? Даже те же апостолы, которые находились рядом с Иисусом, они думали, ну когда же придет этот момент, когда Иисус воцарится, и будет новое царство, и будет все хорошо. Строили себе одну картину, оказалось совсем все по-другому. В Писании мы читаем, что пришел тот час, когда Его взяли, когда Его распяли, когда Его поклали в гроб. И вот вы представьте это состояние учеников. Как может это произойти? Это тот Христос, это тот Бог, который сошел, который творил такие чудеса. Невозможно сравнить с какими-то другими чудесами. И здесь Его нету. Вот представьте себя на это место. Вот какое бы было у вас состояние. И вот сейчас я хочу, наверное, сделать большое ударение. И вот с вами посмотреть на жизнь Иисуса Христа. И именно мы посмотрим на некоторые личности. Первая личность – это будет Мария Магдалина. Женщина когда-то имела встречу с Иисусом. Это женщина, которая получила освобождение. Это женщина, которая служила Иисусу. Она часто вокруг Иисуса или в обществе находилась. Там написано в одном тексте, что она служила с другими женщинами. Она видела, что произошло с Иисусом. И вот приходит первый день недели. Она дожидается этого дня. И она рано утром, очень рано. Это записано Яна, 20 глава, 11 стих. Я прочитаю. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Она приходит, не понимая, что происходит. Она разрушена. Где Бог? Где Иисус? Что случилось? Кто двигает крючок? Она возвращается назад, зовет двоих апостолов, Петра и еще одного ученика, говорит, ребята, я не понимаю, что происходит. От гроба камень отвален. Они бегут туда. Описывается, что один ученик прибежал вперед, чем Петр, но он туда не зашел. Петр добегает, заходит. И Иисуса нету. Нету логики. Не могут понять, что происходит. Они возвращаются. Но обратите ваше внимание. Мария Магдалина стояла у гроба и плакала. Плакала. Она утром. Я думаю, в тот момент она вспоминала тот момент, когда она получила освобождение от Иисуса. Первый раз, когда он посмотрел лично ей в глаза, когда она ему служила, вот как пленка, да, бывает у нас быстро пролетела жизнь. Я думаю, вот этот момент все пролетал, она начала вспоминать. И здесь нету Иисуса. Нету того человека, на которого я так сильно надеялась. И она плачет. Я не знаю, сколько она плакала. Пять минут, десять минут, а может быть час, а может быть два часа. Но она плачет, она плачет. И тут вдруг появляются ангелы. И она говорит, Джона, что ты плачешь? Мария, а что ты плачешь? Она говорит, унесли Господа. Нету Иисуса, которого я ищу. Я пропускаю, говорю своими словами. Но дальше описывается, что стоит Иисус. И она уже видит, думает, что это какой-то садовник. И говорит, если ты знаешь, куда унесли моего Господа, ну хоть ты мне скажи. Братья и сестры, я думаю, здесь мы можем извлечь такой урок, что иногда мы можем в нашей жизни очень много плакать. Но это ничего не изменит. Иногда мы можем жить в прошедшем. Вспоминать, как было хорошо 20-30 лет назад. Как было хорошо, когда Иисус коснулся моего сердца. Как хорошо было, когда я получил прощение. Ох, Господи, как было хорошо. Но где ты? Нет у тебя в моей жизни. Мария плачет и плачет. Но она не понимает, что Иисус стоит рядом вместе с ней. Дальше написано, она узнает. Оказывается, это Господь. Нет, не унесли Его куда-то далеко. Нет, Он не спрятался где-то далеко. Нет, Он стоял рядом с тобой, Мария. Может быть, сегодня кто-то думает, когда-то 5 лет, 10 лет назад было у меня вот это соприкосновение с Иисусом. Мы вместе ходили. Я служил, но сейчас нет у меня этого контакта. Значит, где-то Он далеко. Нет, Он недалеко. И сегодня еще раз хочу сказать, Он недалеко. Он не где-то там был 2000 лет тому назад. Он сегодня рядом. Он сегодня рядом находится с тобой. Но вопрос, видишь ли ты, вижу ли я Иисуса Христа рядом со мной. Мария Магдалина, когда она это все увидела, она побежала, она побежала сообщить эту весть всем остальным, скажем, ученикам, которых она знала. Луки 24 глава описывается от двух учеников. Два ученика, которые идут, одного из них звали Клеопа, я прочитаю, это записано в 13 стих. В тот же день, то есть я допускаю мысль, что это в тот же день, утром Мария встречает Иисуса. Вот в тот же день двое из них шли в селение. Два ученика, один из Клеопа, от стоящей стадии на 60 от Иерусалима, называемая Эмаус. И разговаривали между собою о всех сих событиях. Два ученика идут и рассуждают, что произошло. Но был Иисус, были чудеса, мы находились вместе с Ним, вот Он был распят, и все. Нету. Some kind of a confusion doesn't make sense. What just happened? Was He really the Jesus? Действительно, Он ли являлся Сыном Божьим? И дальше описывается, что пристает к Ним Иисус и идет вместе, но они не узнают Его. Он говорит, о чем вы говорите? Они говорят, ты один из тех, которые не знают, что произошло? Я как-то говорил с одним человеком, и мы заговорили, что идет сейчас война в Израиле. Он говорит, как? А что, а с кем воюет Израиль? Я говорю, ну как ты не понимаешь, ты не в курсе дел, что сейчас происходит? Все новости об этом говорят. Ну ладно, человек не вникает в новости, но в то время люди знали. Это не просто новость где-то там в СНН или таковым, скажем, факс выпустил какую-то новость. Об этом все говорили. И они говорят, ты один из тех, которых не понимаешь, что здесь произошло? Второй принцип или, наверное, второй урок. Ученики находятся в каком-то смущении, непонимании. Сегодня сестра Лариса говорила такое свидетельство, и она сказала, что она имела такую картину в своей голове, как жить, как действовать, только не так. Вы знаете, она не одна из тех, у которых это было в жизни. У меня это было. У меня была определенная картина, как я должен поступать, только так, никак иначе. И вы знаете, я добавлю то, что сегодня говорила сестра Лариса в те молодые годы, когда я с этим столкнулся, я настолько разочаровался в Боге, в Иисусе, я просто был разбит. Я однажды дал вызов Богу, я сказал, Господь, если действительно Ты меня любишь, вот действительно, вот докажи мне на самом деле, вот пусть это так произойдет, чтобы я этого даже не ожидал. Ехал я на работу, заехал в кофешап, купил себе кофе, и когда я стоял в очереди, мне подошел один человек и дал такое маленькое письмо. Просто вручил и ушел. Он зашел, вручил и ушел. Я еще так как-то не ожидал этого. Когда я открыл, там было написано, что Бог тебя любит. Братья и сестры, Бог тебя любит. Не запланировано. Я не знаю, из тысяч, миллионов Старбаксов, чтобы этот человек зашел, вот так мне дал. Я понял, что это Бог сделал работу. Возможно, это был ангел. Может быть, Бог побудил человека. Но вы знаете, иногда мы строим вот эту картину в нашей голове, как эти ученики имели картину, что, возможно, Иисус – это Мессия, который их освободит, который даст им спасение. И тут его нету. Иисус идет вместе, рядом с учениками, они его не узнают. Вот как? Как они могут его не узнать, если они три года провели вместе с Иисусом? Не узнают. Кто-то, может быть, скажет, что там написано, что у них не были глаза открыты. Сегодня очень много мы можем приводить примеров. Но вы знаете, они, да, они имели, возможно, открытые глаза. Бог им не открыл. Но они жили вот в этой картине, в том, что они построили себе, и что они ожидали. Их ожидания. Но Бог не действует по нашим ожиданиям. У Бога свой план есть. Эти два ученика, когда об этом услышали, они возвращаются назад в Иерусалим. Они приходят, где уже было 11 учеников. Я читаю Луки 24 глава 36 стих. Когда они говорили о сём, то есть они сообщили это ученикам, они имели беседу, разговор, то, что произошло, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Чуть выше другой евангелист пишет о том, что ученики, они закрылись из-за страха, чтобы иудеи их не убили. Потому что там сговор, уже договор был, что, возможно, ученики украли тело Иисуса Христа. Они находились в страхе, они переживали. И тут они слышат, тут Мария говорит, что Христос воскрес. Тут два ученика вернули сейчас, говорят, что они видели Иисуса. И они находятся в таком недопонимании, uncertainty, какое-то сомнение. Кто прав? Действительно ли это так? Или, может быть, это не так? И тут написано, что Иисус является и говорит им, мир вам. Дальше я пропускаю. Это 50-й стих, где описывается о том, что «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их». Я позже скажу за вторую часть стиха. Но обратите ваше внимание. «И вывел их вон из города». Обратите внимание, ученики находились в горнице, или они там, где находились, закрыты из-за страха иудеев. Иисус является и выводит их из зоны комфорта. Иногда мы, как верующие люди, верующие в Бога, в Иисуса, иногда мы любим находиться в зоне комфорта. Нам что-то страшно делать. «А что скажут? А что подумают? А вдруг мне будет какая-то угроза?» Как в свое время ученики находились вместе, рассуждали, беседовали. Иисус является и говорит, ребята, вы не должны продолжать здесь сидеть. Вы не должны бояться. Я победил мир. Я победил страх. Мы читаем в Писании, что Бог дал нам духа не страха, но любви целомудрия. То есть мы не должны быть манипулированным или мотивированным страхом. И Иисус выводит их из этого. Эти ученики находятся вместе, общаются. Одиннадцать. Но одного ученика не хватает. Кто может догадаться, какого ученика не присутствовалось с учениками? Фома. Есть такой ученик. Казалось бы, Фома, где ты был? Смотрите, я прочитаю Иоанна, 20 глава, 25 стих. Другие ученики сказали ему, то есть обращаются к Фоме. «Мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перстом моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра, его не поверю». То есть Фома встречается с учениками, ученики уже ему говорят, что мы видели Господа, мы видели Иисуса. Возможно, Мария уже ему это сказала. Говорит, не поверю. Не поверю. «It doesn't matter what you say, as long as you see». Иногда, вы знаете, в нашей жизни тоже трудно в что-то поверить, пока мы сами что-то не увидим. Не так ли? Кажется, вот если я увижу сам, тогда я поверю. А если так просто кто-то сказал, я в это не поверю. Вы знаете, что интересно? Интересна мысль, что Иисус не явился в ту же секунду, и Фома, Фома, я здесь. Я читаю следующий текст, где записано Иоанна, 20 глава, 26 стих, где написано, что «После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними, пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал им, мир вам». Прошло восемь дней после того, когда Фома был с учениками и сказал, я не верю в это. Но прошло восемь дней. Иисус является в жизни Фомы и показывает, что Фома, вот он я, возьми твои персты, возьми твои руки, вложи, потрогай меня. Это я, тот учитель, тот Иисус, с которым я проводил время с тобою. Вы знаете, братья и сестры, обратите ваше внимание, что Иисус посчитал важным явиться Фоме одному человеку в доказательство, что он является Богом, что он воскрес, что он является Иисусом Христом. Иногда в нашей жизни, наверное, один из принципов мы можем взять здесь, если мы пропускаем opportunities или возможности иметь встречу с Богом. Я приведу простой пример. Иногда проходит какое-то у нас собрание, скажем, молодёжная конференция, или просто в среду молитвенное собрание, или во вторник в 7 утра. И вот мы чувствуем какое-то побуждение пойти на молитву. «Ну нет, я не пойду, пропущу». А насколько ты уверен, что ты, пропуская это собрание, ты можешь пропустить возможность иметь встречу с Богом? Я не знаю, чем занимался Фома. Если все ученики собрались вместе, а Фома где-то находился, казалось бы, ну подожди, ты же один из учеников. Может быть, он на рыбалке был, может быть, делами своими занимался, может быть, пошёл в свою профессию. Но вы понимаете, что он потерял возможность увидеть Иисуса. Братья и сёстры, иногда в нашей жизни мы можем очень легко, вот в секунду, потерять возможность иметь встречу с Иисусом. Но знаете, что самое интересное? Несмотря на то, что Иисус бы сказал Фома, ты пропустил возможность иметь со мной встречу, до свидания. Я больше тебе являться не буду. Нет. Иисус посчитал нужным явиться Фоме и сказать, Фома, проверь, удостоверься, что это Я. Проходит немножко время, я не знаю, сколько дней, ещё неделя, может быть, ещё пару дней. Симон Пётр говорит им, обращается к своим, наверное, ученикам, друзьям. Это записано Иоанна, 21 глава, 3 стих. Он обращается и говорит, иду ловить рыбу. Говорят ему, идём и мы с тобою. Пошли, тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Интересно, да, что апостол, или, скажем, Пётр, он видел Иисуса Христа, он слышал об этом, ученики имели какое-то отношение. И тут вдруг, в этих словах, я не вижу, что Пётр говорит, я иду ловить рыбу, потому что там, может быть, мы с Иисусом встретимся, накормить. У него какое-то, наверное, вот здесь очарование или расстройство. Говорят, иду ловить рыбу. Говорят ему, идём и мы с тобой. Пётр говорит, я возвращаюсь в мою прошедшую жизнь. Всё, закончилась моя миссия. Иисус был вместе с нами. Мы исполнили то, что мы могли, но теперь я иду рыбачить. Возвращаюсь в мою прошедшую жизнь, буду заниматься моим бизнесом. Ученики говорят, наверное, мы тоже этим займём. И вы знаете, что интересно, вот такое разочарование, расстройство. И когда они начинают ловить рыбу, ничего не ловится, нету никакого успеха, и там встречает их Иисус. Как часто бывает в нашей жизни, когда мы имеем какое-то прикосновение с Богом, чувство радости, наполнение, мы читаем Библию, мы чувствуем, Господь действует. И приходит какой-то момент в нашей жизни, есть какая-то дистанция, и мы начинаем думать, ладно, так какой смысл ходить на собрание? Так какой смысл поститься? Наверное, вернусь я в мою прошедшую жизнь. Чем я буду читать Библию, лучше посижу, посмотрю какие-то фильмы. Может быть, пойду к моим старым друзьям и с ними буду проводить хорошее время, чем приходить сюда на собрание. Вот так и Пётр. Вернусь я в мою прошедшую профессию. Но вы знаете, Иисус находится там и встречает там этих же учеников. Братья и сёстры, наверное, самый главный вопрос и самая главная мысль, я хочу сказать, и мы уже будем подходить к молитве. Вы знаете, что я увидел, когда я вот рассматривал личности и жизни Иисуса Христа? Я понял одну вещь. До смерти Иисуса Христа все нуждались в Иисусе больше даже, чем Он нуждался в людях. Но после воскресения Его, вы знаете, что интересно? Не так люди нуждались в Иисусе, как Он нуждался в людях. Вы можете представить, что народ нуждался в Иисусе до Его смерти? Каждый день ждали, искали, бегали в пустыню даже за Ним. Не давали Ему покоя. Но когда Он воскрес, кто-то плачет, кто-то идёт на свою старую профессию, кто-то идёт разочарованный и говорит, что это вообще было. Не описывается, что эти ученики кто-то пытался найти. Я, по крайней мере, не вижу, чтобы кто-то искал где-то найти Иисуса Христа. Самая главная мысль, что после воскресения Иисус был больше заинтересован в людях, чем сами люди были заинтересованы в самом Иисусе. Вы знаете, сегодня мы являемся верующими людьми. Мы говорим, что мы любим Бога, мы служим Богу. Но вот один главный вопрос, просто каждый задай сам себе, насколько я заинтересован в Боге, насколько я заинтересован в Иисусе. Я заинтересован в Нём настолько же, как Он заинтересован, или всё-таки Он заинтересован во мне более, нежели я? Это уже апостол Павел, 1 Коринфянам, 15 главе, 6 стих. Ну, я чуть выше прочитаю, где он говорит так. «Ибо я первоначально преподал вам, что Иисус принял то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребён был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Киф, и потом 12, и потом явился более, нежели 500 братьев в одно время». Обратите ваше внимание, Иисус явился не только, вот мы прочитали там сколько, 7, 8, 10 мест, написано, что свыше или около 500 человек на протяжении этого времени. Казалось бы, для чего? Доказать, что Он воскрес? А что? Нужно было Богу это доказывать? Но вы знаете, Он настолько возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вот сегодня я, наверное, всех нас призываю, и хотелось бы, в первую очередь, это моё желание, быть заинтересован в Боге не тогда, когда я Его чувствую, не тогда, когда я Его вижу, но даже когда я не чувствую, когда я Его не вижу. Вы просто обратите ваше внимание, как изменились отношения учеников до Его смерти и после, когда они находились рядом, они видели, ощущали, когда они видели чудеса, всё было хорошо. Но как только произошла вот эта дистанция, так сразу всё изменилось, отношения изменились, поникли, готовы идти на старые профессии, заниматься своими делами. Вы знаете, иногда в нашей жизни, братья и сёстры, когда происходят такие моменты, вот как в жизни Иисуса Христа, в жизни учеников, да, то, что Христос, скажем, в Духе был или вот воскрес, это не капли, не капли, не меняет Его власть, Его силу, это не меняет, что Он не может что-то изменить в их жизни. Он, наоборот, победил смерть, Он, наоборот, приобрёл. И то, что Иисус говорит, если я отойду, умолю отца, Он пошлёт вам Духа Утешителя, Духа Святого, который будет в вас с вами постоянно пребывать. Братья и сёстры, мы получили ещё больше благодать. И Он говорил, лучше будет, если я умру, лучше будет, если я уйду, чем буду просто находиться вместе с вами. Вы можете представить эту картину? Ученики считают, что его нет рядом, значит, всё плохо, мы возвращаемся назад. Поэтому, наверное, сегодня я просто хочу вдохновить. Если сегодня кто-то плачет, вспоминает, что когда-то было хорошо, поверь мне, и сейчас хорошо. Иисус рядом, Иисус любит тебя, Он нуждается в тебе больше, больше, чем ты нуждаешься в Иисусе. Может быть, кто-то сегодня разочаровался в чём-то. Может быть, ты вспоминаешь те времена, как вот эти два ученики шли и думали, вот был такой план, или я хотел купить дом, или я хотел выйти замуж, или жениться, и как-то всё не устроилось. Мы строим вот эти картины, вот должно так и никак. А Иисус говорит, нет, а у меня есть ещё лучший план для тебя. Я позаботился о тебе. Может быть, кто-то сегодня думает, вернусь я в мою прошедшую жизнь. Всё. Какой смысл продолжать не делать то, что раньше я не делал или делал? Но Иисус говорит, у меня для тебя есть миссия, у меня есть для тебя новая жизнь, у меня есть для тебя план, для тебя есть новая профессия. Вот как я прочитал, что когда ученики находились в страхе, Иисус говорит, пошлите. И когда они вышли, Он их благословил, Он дал им заповедь, идите, научите тому, чему я учил вас. И Бог дал новую миссию. И проходит время, мы видим, что эти ученики становятся апостолами, исполняют большую миссию. Братья и сёстры, если мы откроем наши глаза, в первую очередь, если мы обратимся к Богу, скажем, Господи, помоги мне проститься с моим прошедшим, помоги мне изменить мой разум, помоги мне увидеть тебя, почувствовать тебя, помоги мне действительно служить тебе. Бог произведёт большие перемены, и никогда, никогда ты об этих переменах не пожалеешь. Мы сейчас будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok